Так, ребят, ну что, я снова на тренировке, прикупила себе новую осеньку, вот такие сейчас я вам покажу. Хотела вам историю рассказать, что когда мы были с Серёжкой на Грейфтеатре, на выступлении чего-то очень женщина, и там один из фрагментов, ну типа выступления танцев, была такая фитнес-сценка, когда девушки применены одеждой с амитацией купальников, и занимались под музыкой на разных тренажерах, ну в стиле секси-шмексики, и я что-то смотрю, что Серёжа как-то сильно увлёкся, ну как-то чересчур внимательный, да не приличие, с учётом того, что он пришёл в зиму, думаю, так, надо прекрасно решать, и говорю ему, слушай, ты знаешь, я тут себе новый костёр на скобе заказала, хочу прямо на так взяли, он такой, туда и ещё, и всё. По приятному просмотру группа лошинка нет, в самом деле вот такие лосины заказала, и ещё у меня они в стиле конексов, но кажется, такие, ну прикольные, вообще ни у кого таких не видно, потому что в основном все спортивные лосины, они просто заметаются максимум каких-то полосок, а я, как вы знаете, обожаю все эти конексы, и у меня куча юбоксов. Показываю лосинки, вот так они выглядят. На самом деле это практически обычный леггинс, что мне нравится, у них высокая талия, они не заканчиваются где-то здесь, и не перерезают живот, вот, потому что на моменте, где я, допустим, буду сгибаться, короче, будет всё-то выпрыгивать в неизвестном направлении, потрясаю всех окружающих, и вот эту футболку, помните, мне Настя покупала, дабы носить её в городе, но я её спутала с другой, взяла, смотрю, она по цвету подходит, думаю, опля, класс, и оказалось, что это не спортивно, но, в принципе, сюда тоже нормально вписывается. И ещё заказала себе бюст, который по стендер, это вообще какой-то ад, причём его, получается, невозможно было протестировать, и он просто тупо у меня, ну, расстёгивался всю тренировку, а сейчас, короче, расстегнулся и просто, и просто не застёгивается, вот, то есть это молния, заела, и через майку, вот, видите, смотрится отвратительно, вот так вот. Вот ещё что-то торчит, то есть без мальчика такой. В принципе, лосина у меня, получается, довольна, а вот что с этим делать, вообще непонятно, я его, как бы, что-то ещё раз застёгивала, а сейчас вот так вот, как его укрепить, кто знает, потому что я этикетки срезала, и я его не могу вернуть, просто, потому что он, как бы, уже нож. Так тоже заниматься не алё, потому что, когда я наклоняюсь, ну, очень большое декольте получается, если он полностью застёгнут, то оно вот так вот всё фиксирует, и, как бы, ну, более-менее это можно свободно делать. Миллион лет не заходила в крошку картошку, решила заказать себе свою любимую классическую картошку, и из наполнителей только сомбы. И оператор, кстати, похож на Роберта Паттиса, мне кажется, прям, я вчера смотрела видео Диор, но одно лицо. Так давно не я картошку вообще соскучилась, взяла себе прям, ну, короче, что там описать, у них, в принципе, 300 вариантов, все одинаковые. Просто обычно я не беру наполнитель, смотрела какую-то передачу, что там не супер-кол состав биологический. Не знаю, с тех пор что-то изменилось, в общем-то, в час рыбки и морс. Обычно я беру колу, но решила себе изменить и съесть что-то полезное. Вчера Алиса с Сережей выбрали игрушки для нашей новой елки, но там в основном все-таки пластиковые, просто круглые, которые были в ближайшем супермаркете. А здесь, посмотрите, я нашла всякие разные конфетки, пироженки, кончики, чупа-чупсы. Тут основная проблема, чтобы Алиса реально их не пробовала, потому что ее очень сложно убедить, что что-то вкусненькое, сладенькое есть не надо. Правда, цены такие недемократичные, но я думаю, можно купить несколько таких классных сладеньких вариантов, которые прям будут вкусными акцентами, понимаете. А, и гирлянду, потому что все это круто, красиво, но без гирлянды не то. Если елка не мигает, не подсвечивается, то как-то игрушки меркнут. Так, Алиса уже залезла смотреть все игрушки. Я вам скажу, вот это уже облизано со всех сторон. Причем объяснение, что даже искусственные бусины не очень помогают, потому что выглядит как конфета, хрустит как конфета, значит, это конфета. Не облизывай, ладно? Да. Какая твоя самая любимая игрушка, покажешь? Вот это. Вот это? Зеленая? А кто это? Папа! Да ладно? Привет! Ты все достала? Смотри, вот еще такая, а есть игрушка. А кто это? Олень. Это какая-то котелька. Котелька, ну да. На оленях Дед Мороз привозит подарки, поэтому вот олень. А вот мантики тебе на праздник отложим их. Мороз, мы покупатели. Ну я бы так и думала, что все сладости только после того, как контрольно пропустила лесенку. Ой, а позавтра держишь? Зачем? Это не надо отрезать. Оно же на елочке должно висеть. Понимаешь? На елочке. Это для меня самое-самое важное, чтобы телефон качественно писал видео и делал хорошие фотографии. И как раз для тех, кто хочет получать крутую картинку, но при этом не планирует тратить бешеные деньги, очень классный вариант ZTE Blade 20 Smart. Во-первых, у него тройная основная камера 16,8,2 мегапикселя. Получаются крутые фотки. Во-вторых, очень-очень емкая батарея 5000 мА. То есть зарядки хватит даже при очень активном использовании. Более того, можно даже зарядить чужой телефон. Вот такой большой экран с каплевидным вырезом. Очень-очень стильно смотрится. И самое главное, что доступная цена для таких опций реально просто подарок. Так что для тех, кто не планирует тратить какие-то огромные деньги на гаджеты, но при этом хочет пользоваться качественной техникой, вам сюда. И к тому же это очень классный подарок на Новый год. Здесь даже присутствует функция бесконтактной оплаты. И знаете, что прямо в этом видео я подарю такой же новенький смартфон одному из вас. Для участия в розыгрыше подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх этому видео. И в комментариях напишите, сколько телефонов за всю жизнь у вас было. Можно писать неограниченное количество комментариев. Главное, чтобы один из них отвечал на заданный вопрос. И через неделю я среди комментаторов выберу случайным образом человека, который выполнил все условия. Закреплю свой комментарий с выбором победителя. И обязательно размещу в своих сторис в инстаграм также имя победителя. Так что не пропустите. Очень надеюсь, что вам это будет классный подарок к Новому году. Так что обязательно участвуйте. Количество комментариев неограничено. Удачи! Ну что, ребят, с утра я кинулась смотреть игрушки. Оказалось, что некоторые не нашла. Потому что те, которые были максимально сладкие и красивые, Алиса куда-то утянула. И все. Конец простыл. Ой, конец. Кто там обычно простывает? Крайпер с коньяком? Тут, ну, короче, кто-то простыл. И я их не могу найти, реально. У некоторых был оторван хвостик. Пришлось перевязывать. Я еще купила гирлянду. Потому что, ну, все равно добавляет в переливы света свой какой-то неповторимый шарм. И сами по себе игрушки, они так свет не отражают. Поэтому по-настоящему наряду, мне кажется, елка смотрится именно с гирляндочкой. В общем, как вам? Я, честно сказать, сначала думала, ой, сделала монохромную елку. Вот эти шарики, это купил Сережа. У нас, видите, главный пункт, чтобы они были пластиковые. То есть мы, в принципе, не брали никакие стеклянные. А, конечно, самые-самые красивые обычно стеклянные игрушки. Только вот такие вот пластиковые, разные пенопластовые. То, что не поранит ни ребенка, ни котов, если вдруг что-то произойдет, там упадет. Но в целом, я могу сказать, что с виду она вообще не пострадала от этого. В общем, как вам получилась елочка, напишите. Кстати, это елка от Варламова. У него интернет-магазин елок. И она, видите, чем отличается, что она очень густая. То есть здесь толком даже ствола не видно. Не так, что там вот так вот две вилки на палочке. А вообще очень-очень густая, очень пушистая. И она не колючая. То есть прям можно спокойно трогать. Видите, у нее иголочки такие маленькие, прям мягенькие. Очень нежно, вкусно пахнет хвойными. Кстати, именно вот такие елочки показывают в американских фильмах. Кстати, вот видите, у нас Алисин труд не прошел даром. Прошелось поставить. У интернет-магазина Ильи есть доставка в разные города. И он мне дал промокод для моих подписчиков на скидку 10% на все елки. Так что ссылку под видео я оставлю. И свой промокод тоже. А, и, собственно, вот мы еще заказали крепление для елки. Видите, оно такое многоразовое. Можно использовать несколько лет. И у него вот закручивающиеся такие шурупы со всех сторон под диаметр елки. То есть елочка может разным будет. И Сережа еще для равновесия положил свою гантельку. Потихоньку мне приходят, ну как потихоньку. Несколько посылок пришло с новогодними рисунками. В том числе от издательства Мифу. Такой календариум. То есть я пока его не распаковываю, потому что я не уверена, что себе оставлю, может кому-то подарю. В общем, здесь смысл такой, что на каждой странице, видите, разные рисунки. Иллюстрации с птицами в средневековом стиле. Но я бы сказала, что это какие-то готические рисунки. Хотя вроде бы черного нет. Но с огромным количеством деталей. Вот напишите, у кого-то есть дома такие очень-очень большие календари? Удобно ли их использовать? То есть он прям реально здоровенный. Сантиметров, мне кажется, 50. И по идее, вот кто любит информацию в какие-то ячейки заносить, наверное, должно быть удобно. В общем, кто-то пользуется, скажите. Я думаю, вешать куда-нибудь или подарить. Еще вот такой подарочек от Джо Маун. Прошел здесь ароматы. Но, как я поняла, в основном они мужские. И все рожи уже тут их распробовала. В общем, довольно интересно. У меня, кстати, ни одного аромата женского нет. Вот такая штучка от Benefit пришла. Маленький веселый фургончик. Кула бронзер, в принципе, я пользуюсь. У меня большая такая палетка есть. Вот эту штуку я даже покупала за свои деньги. Ну, даже за свои. Потому что у блогеров обычно склад на 20 лет вперед косметики. Но мне она очень нравится. Я вот как-то в сторис показывала. Купила себе полноразмерку такую. Потому что для моих бровей подходит идеально. За 2 секунды их густой пушистой брови. А тушь вот не пробовала. Самая большая посылка пришла от L'Oreal. Это сыровые виши и Ларош-Позе. В общем, здесь, ну, как бы основные продукты, которыми я пользуюсь. Мой фаворит вот это, Mineral 89. Я уже истратила несколько бутылок, наверное. От Ларош-Позе тоже сыворотка на основе термальной воды. На самом деле, они между собой довольно похожи. Но вот это более легкое, я бы сказала. Это немножко липковатое. Но оно дает прям увлажнение такое. Как будто бы, ну, вся эта влага, она вот прям остается. И ты даже при прикосновении к коже чувствуешь, что она увлажнена. Вот это полегче для тех, кто любит прям, чтобы сыворотка впиталась. И на коже вообще больше никак не ощущалось. Успокаивающий гель для душа. Мне очень нравятся товары вот с такой маркировкой. Подходит даже для новорожденных. И классно, что один гель можно использовать и взрослым, и детям. Но в основном, как бы, я и купаю детей. И иногда балуюсь сама. И царавей, я уже как-то говорила, что для меня самые-самые, наверное, крутые средства для увлажнения кожи, которые я встречала. Почему? Потому что, ну, такое ощущение, что вы каждые 20 минут наносите на себя крем. То есть вот он реально долго-долго работает. И у них, я была на презентации разных продуктов, в общем, они как бы и обосновывают вот такую систему, то, что у них там церамиды какие-то, они там как будто вот так скручены, постепенно они разворачиваются и увлажняют кожу долгое время. Но вот реально, как будто бы постоянно как бы да наносишь крем. Вот такое ощущение на коже. Очень классное. Именно для сухой кожи вообще суперспасение. Так что вот такие вот у меня форты горячие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова